10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте и коротко о главном. Где дешевле и самое главное безопаснее отдохнуть этим летом? Травматология есть только в Щучинске, а это 11 километров от отеля. Скорая не приехала, сказали привозите сами. Минусы отечественного курорта Бурабай назвали туристы. Заметный спад заражений ковидом зафиксирован в Казахстане, однако в некоторых регионах эпидобстановка резко начала ухудшаться. Выше Канады и Финляндии сборная Казахстана поднялась на второе место в группе чемпионата мира по хоккею. Об этом и не только прямо сейчас. Из-за сильной жары в нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Столбики термометров в Североказахстанской, Кустанайской, Карагандинской, Тараусской, и Павлодарской областях днем приблизились к отметке в 40 градусов. Еще выше температура ожидается в Мангистау. Местами плюс 42. Знойная погода сегодня сохранится и в Нур-Султане, а на юге республики синоптики прогнозируют пыльную бурю и порывы ветра до 23 метров в секунду. На востоке Казахстана гостей на базы отдыха будут запускать только по приложению АШХ. А сами предприниматели, владельцы туристических зон обязаны получить акт в соответствии с анапиднормом. На Алаколе уже побывала специальная комиссия. Также мониторинговые группы проверили, как реализуется главный инфраструктурный проект в регионе строительства дороги Усть-Каменогорск-Алматы. По планам в следующем году работы должны завершить и трасса будет соответствовать всем международным стандартам. Добраться до областного центра на самолете пока невозможно из-за реконструкции аэропорта. Поэтому большое значение имеет запуск дополнительных рейсов по другим видам транспорта. На сегодня увеличено количество вагонов, поездов с Семея и Усть-Каменогорска, также и с Нур-Султана и Алматы. С Алматы будет запущен новый дополнительный поезд. Автобусное сообщение увеличено в два раза. То есть это очень большой объем и закрытие аэропорта, я думаю, не будет так сильно ощутимо. Авиарейсы до озера Алаколь середины летнего сезона приостановят в Алматинской области. В областном управлении туризма говорят, это связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ушарал. Будут приниматься только легкие воздушные суда из Талдыкургана, которые могут приземляться на грунтовую поверхность. Вдобавок, еще не завершено строительство участка трассы Талдыкурган-Ушарал. Поэтому добираться до красивейших мест Семеречье на автомобилях гостям будет сложно. Для того, чтобы нивелировать эту ситуацию, мы провели уже переговоры с национальной компанией Казахстан Тимуржолы. В этом году будут осуществляться два железнодорожных рейса из города Нур-Султан, из города Алматы будет рейс. И кроме того, вы знаете, из местного бюджета мы субсидируем направление Житоген-Госток. Нет врачей, развлечений и инфраструктуры. По мнению туристов, это минусы отечественного курорта Бурабай. Число отдыхающих растет, а вот качества сервиса, увы, нет. Чем еще недовольны те, кто решил посетить жемчужину Казахстана, выясняла Вероника Боярова. Отдых Галии Файзулина испортил перелом руки. Его она получила, поскользнувшись у бассейна в четырехзвездочном отеле. Говорит, для получения травмы есть все условия. Недостаточно резиновых ковриков против скольжения, плюс отсутствуют предупреждающие знаки. Не оказалось и аптечки. Руку женщине зафиксировали подручными средствами. Вместо бинтов пришлось использовать разрезанный халат. Не было даже шин, которые могли бы мне зафиксировать эту руку на оказание первой помощи. Потом вызвали скорую. Скорая травматология есть только в Щучинске. А это 11 километров, по-моему, от отеля. Скорая не приехала, сказали привозите сами. Там у них вообще на территории этой зоны нет ни одного фельдшерского пункта. И это гостиница высокого класса. Туристы отмечают, что соотношение цены и качества в Бурабае не в пользу второго. И стоимость услуг чаще всего завышена. Местные объясняют это тем, что большую часть года отели не работают. Курорт Бурабай, он живет сезонно. В основном это лето. Поэтому не работает круглогодично, хотя сейчас тоже стараются эту ситуацию изменить. Но все-таки за лето люди стараются заработать, чтобы оставалось на весь оставшийся год, так скажем. Это, по словам туристов, можно было бы исправить развитой инфраструктурой. Построить развлекательные центры, спортивные объекты. Так, чтобы приезжать сюда и зимой. Но пока даже в теплое время занять себя почти нечем. Только природа и пешком походить здесь главное. И для этого приходят, наверное, все туристы сюда. Местные говорят, казахстанцы пока не готовы платить за качество. И вдобавок пренебрежительно относятся к природе. Многие оставляют после себя мусор и некультурное наследие. Не очень прилично. Надписи на Жумбахтас, вы сами наверняка видели, на Ужепес даже. Это такие природные памятники, которые надо очень-очень ими дорожить. Действительно, иностранцев поражает. Вот буквально недавно посол в Венгрии, вот я проводила экскурсию. Как они восторгались, да. И как они трепетно относятся к этому. Ну, нашим казахстанцам этому надо поучиться. До пандемии курорт ежегодно посещал около миллиона человек. Местные власти планируют увеличить показатель через несколько лет в три раза. Остается надеяться, что вместе с ростом числа отдыхающих здесь улучшится инфраструктура и качество сервиса. Вероника Боярова, Айад Дюсенбаев, Хабар-24, Ахмолинская область. Казахстанцы сокращают расходы на внутренний туризм. Путешествовать внутри страны люди стали меньше. Да и цели другие. Не отдых, а покупки. К такому выводу пришли аналитики портала Финпром, исследуя статистику прошлого года. С нами вновь этим утром наш коллега, экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индира, жители каких регионов больше всего тратили во время поездок? Рустан в тройке лидеров Карагандинской области Алматы, Нур-Султан. Расходы казахстанцев на поездки внутри страны в прошлом году сократились на 6%, составив около 300 миллиардов тенге. По сведениям Финпром КИЗ, несмотря на карантинные ограничения, путешествовали около 8 миллионов жителей. Почти треть из них передвигались на автомобилях. Услугами железнодорожного транспорта воспользовались чуть более 22%. При этом почти 7,5 миллионов отправились в поездки не отдыхать, а с целями личного характера. Это визиты к родным, деловые встречи и командировки. Как сообщают авторы исследования, почти треть всех расходов пришлась на шоппинг. Лечебные и оздоровительные процедуры в санаториях смогли получить чуть более 500 тысяч человек. Мы выяснили, сколько этим летом будет стоить недельное проживание в казахстанских отелях среднего класса. Выбрали самые популярные туристические направления с предположительным бронированием на середину июня для одного туриста. Примерно в 100 тысяч тенге обойдется 7-дневный отдых возле побережья озера Лаколь. Кстати, долететь в Ушарал теперь можно из столицы, есть ежедневные рейсы из Алматы. Чуть дороже проживание в отелях Туркестана, в среднем 112 тысяч и выше. В отелях курорта Бурабай стоимость проживания от 150 тысяч и от 200 тысяч тенге начинается ценный вактал. Теперь предлагаю узнать, в какую сумму этим летом обойдется казахстанцам отдых за рубежом. В основу нашего небольшого исследования мы взяли стоимость 7-дневной путевки с перелетом на одного человека и проживанием в трехзвездочном отеле с системой питания All-Inclusive. Предполагаемый вылет из столицы тоже в середине июня. От 250 тысяч тенге начинается предложение в Турции. В среднем на 10 тысяч дороже в Грузии, но здесь вместо системы «все включено» многие отели предлагают трехразовое питание. Отпуск в Египте на эту дату обойдется в 280 тысяч тенге и 324 тысячи стоит самая недорогая путевка на одного человека в Объединенный Арабский Мират. Иностранным туристам, заразившимся коронавирусом в Египте, местные власти обещают полностью покрыть расходы на лечение и карантин. При легком течении заболеваний людей поселят в отдельные номера, пациентов в критическом состоянии, госпитализируют. Отмечу ПЦР-тест при въезде в страну обязателен, причем сдать его можно даже в аэропорту. Обойтись без ПЦР можно в Грузии при условии, если вы получили оба компонента вакцины и предоставили паспорт вакцинации. Всем остальным нужно сдавать тест при въезде, причем пройти его придется снова на третий день за свой счет. Все, кто прибыл на отдых в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, также должны иметь при себе свежий ПЦР. В Абу-Даби такое правило действует даже для вакцинированных. Они пройдут еще и пятидневный карантин. Для непривитых он длится 10 дней. Не распространяется это правило на граждан из стран так называемого «зеленого списка». Почти в 300 миллиардов евро обошлось Германии преодоление последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на германские СМИ. Только за последние три квартала расходы по преодолению кризиса составили почти 140 миллиардов евро. Треть этой суммы выделили в период второй волны коронавируса. Отмечу, в стране продолжает действовать локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер. Отели и рестораны под открытым небом уже принимают посетители. В мире началась настоящая гонка по созданию цифровых валют. Ускорить изучение этой актуальной темы теперь намерены и в США. Об этом на днях заявил председатель Федеральной резервной системы Джерем Пауэлл. Документы о создании цифрового доллара этим летом опубликуют для публичного обсуждения. Глава ФРС заявил, что цифровая валюта может служить дополнением, но не заменит реальные деньги. В то же время в американском регуляторе подчеркнули, что намерены играть ведущую роль в развитии международных стандартов для цифровых валют, создаваемых центробанками. Официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 428 тенге 86 тенов. Евро 524 тенге 28 тенов. И российский рубль 5 тенге 84 тенов. Рустам, на этом у меня все. Передаю эфир вам. Спасибо. С нами была Индира Тикжанова. Заметный спад заражений ковидом вновь зафиксирован в Казахстане. За сутки коронавирус выявлен у 1832 человек. В антилидерах помимо Алматы и Карагандинской области уже вторые сутки в регионе регистрируют свыше 300 случаев заболевания. По данным Минздрава, свыше 700 ковидных больных в стране находятся в тяжелом состоянии. Почти 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Мы продолжаем. По меньшей мере 14 человек погибли в результате аварии на канатной дороге в Италии. Кабина с пассажирами, перевозившая группу людей из курортного городка Стреза, рухнула вниз с 20-ти метровой высоты. Двое пострадавших, дети, их доставили вертолетом в больницу Турино. Позже 9-летний ребенок скончался от полученных травм. Спасательные работы осложнились и тем, что фуникулер упал в труднодоступном месте. По предварительным данным, трагедия произошла из-за обрыва троса. Кабина несколько раз перевернулась. Первые бригады спасателей, прибывшие на место, сработали очень слаженно. Пострадавшие доставлены в больницы, некоторые из них в тяжелом состоянии. Грохот посреди ночи напугал жителей Ахтау. Утром выяснилось, полностью слетела обшивка с их многоэтажного дома. А в Усть-Каменогорске люди едва не погибли из-за пожара в бане. Все подробности в хронике происшествий. Банная процедура едва не обернулась трагедией в Усть-Каменогорске. Спасателям удалось вовремя потушить загоревшиеся деревянные конструкции. Огонь охватил потолочное перекрытие и перекинулся на хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем. Первую жертву купального сезона зарегистрировали в Ахтау. В необорудованном для купания месте утонул мужчина. По словам очевидцев, он спрыгнул с моста, будучи в алкогольном опьянении. Тело погибшего извлекли с 4-метровой глубины. Полиция Павлодара ищет злоумышленника, который сломал фонарный столб. Акт вандализма зафиксировали камеры наружного наблюдения. Попытка нанести ущерб второму фонарю, к счастью, не удалась. С какой целью правонарушитель пошел на этот шаг, предстоит выяснить полицейским. Ночной шум и грохот напугал жителей одного из многоэтажных домов в Ахтау. Угол фасада их жилья полностью обрушился. К счастью, никто из людей не пострадал. Однако упавшая наружная обшивка нанесла повреждения оборудованию газовой системы и нескольким кондиционерам. Случившимся разбирается специально созданная комиссия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любой праздник и даже той, без капли спиртного, жители села Жилиарх в Шиилийском районе Казлардинской области полностью отказались от продажи и употребления горячительных напитков. В ауле, где проживают больше полутора тысяч человек, более чем за год не произошло ни одного преступления. Это, говорят сельчане, результат совместной работы полиции и местного совета Ахсахалов. В самом трезвом ауле побывали и наши корреспонденты. Зона трезвости. Так в народе сейчас называют аул Жидели-Арык. Вместо алкогольных напитков почетным гостям здесь подают традиционные свежие кумыс, шубат и айран. Строго следят и за общественным порядком. Причем делают это не только полицейские. На каждой улице свой смотровой. К примеру, за порядком на этой улице следят двое. Один из них я. Таких, как мы, на каждой улице по двое. Смотрим, чтобы дети не хулиганились, чтобы мусор на улицу не выбрасывали. Доверяй, но проверяй. Съемочная группа обошла все сельские магазины. Действительно, алкоголя в продаже нет. А в некоторых лавках отказались и от продажи табачных изделий. Я очень горжусь тем, что у нас непьющее село. Нет пьяниц и дебоширов. Сама даже отказалась от продажи сигарет. Иногда приезжие покупатели заезжают, удивляются. Что за магазин? Нет ни спиртного, ни сигарет. Самих же сельчан статус трезвого вполне устраивает. Любителей выпить стало меньше, а молодежи, вовлеченной здоровый образ жизни, больше. Да и преступлений за последние полтора года – ноль. Есть совет Ахсакалов, члены добровольного объединения САХШИСАРБАС. Работаем совместно. В школах проводим беседы со школьниками. Разъяснительную работу среди взрослого населения. Ахсакалы помогают. Когда есть поддержка и единство, все по плечу. Отказ от спиртного, говорят местные жители, заложил основу здорового образа жизни среди молодежи. Здесь надеются, что трезвое ул станет своего рода челленджем, который подхватят и другие села региона. Кристина Алмаз Хозер, Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлаханов, Казлардинская область, Хабар, 24. Однажды жизнь на Земле перестанет существовать. Но когда? Взрывы сверхновых звезд, удары астероидов, гигантские извержения вулканов, климатические изменения и многое другое. И все эти ужасающие катастрофы уничтожили множество самых разных проявлений жизни. Итак, что же такое должно произойти на планете, чтобы жизнь полностью исчезла? Об этом и не только. В программе «Между строк». Европейцы ускоренными темпами восстанавливают транспортные связи и туристический бизнес. В течение последних 14 месяцев из-за пандемии COVID-19 вся эта инфраструктура в основном простаивала. Оживить ее теперь позволяют успешная в большинстве стран вакцинация и снижение заболеваемости, информирует телеканал. Европейские авиакомпании призывают Брюссель поскорее разработать для всех пассажиров однотипные документы, подтверждающие отсутствие коронавируса. Пока же отдельные страны по-своему печатают такие удостоверения, и на их проверку по прибытию уходит много времени. Европа как лоскутное одеяло, сотканное из разных законов. Кризис еще раз продемонстрировал, что нашим странам не хватает солидарности и единообразия. Мы говорили и раньше, а сейчас это научно доказано, что путешествовать по воздуху безопасно. Поэтому мы призываем всех снова отправиться на летний отдых самолетом, говорит представительница европейских авиакомпаний Аньес Леру. В Германии и в Европе в целом очень ждут возвращения американских туристов. И повсюду рассчитывают принять большое количество гостей из Китая. В последние годы были сделаны огромные инвестиции, чтобы удовлетворять потребности китайских путешественников. Континентальная Европа также надеется на наплыв британских туристов, большинство из которых к лету получат свою дозу вакцины. В 2019 году Соединенное Королевство отправило в Испанию 19 миллионов отдыхающих, которые тогда были гражданами ЕС. Мадрид рассчитывает получить в этот раз хотя бы 8 миллионов британских туристов. Каким образом прекратится жизнь на Земле? На протяжении своей истории Земля была свидетельницей многих катаклизмов. Взрывы сверхновых звезд, удары астероидов, гигантские извержения вулканов, внезапные климатические изменения. Все эти ужасающие катастрофы уничтожили множество самых разных проявлений жизни. Тем не менее, жизнь всегда возвращалась. Опять появляются новые виды, но затем все повторяется заново. Итак, что же такое должно произойти, чтобы жизнь полностью исчезла? Сделать нашу планету безжизненной не так просто. Но один сценарий, скорее всего, неизбежен, пишет автор издания «Астрономи» Эрик Беттс. Примерно через миллиард лет большая часть всех живых организмов на Земле погибнет из-за нехватки кислорода. Эта информация представлена в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience. Наличие богатой кислородом атмосферы у Земли отнюдь не постоянное, а переменная величина. Примерно через миллиард лет из-за солнечной активности концентрация кислорода в атмосфере резко снизится. Авторы исследования объединили климатические и биогеохимические модели и выяснили, как именно будет изменяться атмосфера по мере того, как Солнце начнет стареть и выделять все больше и больше энергии. Ученые установили, в конечном счете наступит такой момент, когда весь углекислый газ в земной атмосфере распадется. К счастью, у человечества есть в запасе еще миллиард лет, чтобы что-нибудь придумать, заключает автор научного издания. Следы европейских огненных муравьев отпугивают пауков, обнаружили канадские ученые. Там, где эти муравьи жили некоторое время, пауки не плетут паутин и даже стараются не заходить в эти места. Скорее всего, потому что воспринимают оставленные следы как сигнал опасности, говорится в статье, опубликованной научным изданием Royal Society Publishing. Биологи проверили это явление, поселив пауков в стеклянных контейнерах с несколькими отсеками. Членистоногие явно избегали отсеков, в которых до этого жили европейские огненные муравьи. Биологи предостерегают от попыток завести дома насекомых для избавления от пауков. Европейские огненные муравьи — агрессивные вредители с болезненными укусами. Так что лучше подождать, пока ученые выделят чистые отпугивающие вещества и сделают на их основе репелленты против членистоногих, говорится в статье. Что больше всего привлекает нас в потенциальном партнере? Новое исследование выявило приоритеты женщин и мужчин в вопросе привлекательности. Ученые из Технологического университета Квинсленда спросили у 7 тысяч пользователей сайтов знакомств о том, что они ищут в потенциальном партнере. Каждого участника попросили оценить значимость 9 параметров по шкале от 0 до 100. Мы попросили участников оценить важность 9 характеристик, ассоциируемых с привлекательностью. Возраст, внешность, физическое сложение, интеллект, образование, доход, доверие, открытость и эмоциональная близость, пояснил доктор Стивен Уайт, возглавлявший исследование. Для женщин самыми значимыми оказались такие характеристики, как возраст, доход и характер. Мужчины в большей степени сосредоточены на внешности, говорится в статье. Любопытно, что этот разрыв сокращался с возрастом. Хотя причина полученных результатов остается неясной, исследователи предполагают, что эти различия могут возникать как следствие того, что окно для воспроизводства потомства у женщин более ограничено, чем у мужчин, и они не могут рисковать, совершая неправильный выбор. Мы вновь в эфире. Государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от Белоруссии освободить бывшего главного редактора интернет-ресурса Нехта Романа Протасевича и провести международное расследование экстренной посадки пассажирского самолета в Минске. С соответствующим заявлением выступил и президент Литвы Гитанас Науседа, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент серьезным и опасным. Напомню, накануне в Минске был посажен лоукостер Райнер, совершавший регулярный рейс из Афин в Вильнюс. Официальная позиция белорусских властей, судно могло быть заминировано. Информация о бомбе впоследствии не подтвердилась. По другой же версии, причиной экстренной посадки самолета стал именно Роман Протасевич, бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Нехта, где подробно освещались протестные акции в Беларуси. Протасевич был снят с рейса и задержан правоохранителями. В стране против журналиста возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков. Обеспокоенность инцидентом в небе над Минском вызвал и способ посадки лоукостера. На аэродром судно заходило в сопровождении истребителя МиГ-29. После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минс-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановича. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну для того, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минс-2. По сведениям, которые располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси, диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Рейн-Эйр с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят военный истребитель МиГ-29 вооруженных сил Республики Беларусь. Между тем, в самой Беларуси случившееся не связывают с политикой. В местном следственном комитете заявили, что разбираются в случившемся и уже возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании лайнера неизвестным. Тем временем сразу несколько государств призвали ввести запрет на все полеты над Беларусью до проведения специального расследования инцидента. В Павлодарской области возрождают зону отдыха на берегу соленого озера Моралде. Несколько лет уникальное место радовало туристов своей красотой и комфортными условиями. Однако бывший инвестор буквально снес все то, что построил за три года. В этом году нашелся новый предприниматель, который начал масштабные работы по восстановлению базы. Зона отдыха Моралды проработала три сезона. С самого начала люди неоднозначно отреагировали на создание курорта. Однако не поспоришь с тем, что здесь были созданы достаточно комфортные условия для отдыхающих. Ежегодно сюда съезжались порядка 60 тысяч туристов. Внезапно инвестор, вложивший в проект миллионы, ушел. Причиной стал отказ получения лицензии на добычу рачков Артемия Салина, обитающих в соленом озере. Сегодня погода не позволяет насладиться прелестями озера Моралды, но уже в июне туристическая база откроет свои двери. Сейчас проводятся большие восстановительные работы, потому что после предыдущих инвесторов не осталось ничего, кроме мусора. Проект рассчитан на три года и сейчас в Павлодарской области делается большой акцент именно на внутренний туризм из-за пандемии, чтобы жителям было где отдохнуть. Теперь уникальное место выглядит так. В планах установить здесь три пляжные зоны, где условия отдыха будут зависеть от цены, говорят руководители проекта. А стоимость будет варьироваться от 700 до 1500 тенге. Придерживаться вот этого принципа зонирования пляжа мы намерены и в будущем. То есть немножечко будем расширять спектр услуг, допустим, которые будут входить в каждую зону. Планируем мы, что в конце концов, к 2023 году сделаем мы полноценную вип-зону. Ну, мечта наша сделать такую зону с системой. Все включено. На сегодняшний день мы вкладываем 38-40 миллионов тенге. Личные средства, наши средства будут. И потом за счет реинвестирования мы намерены вложить порядка еще 70-80 в течение ближайших трех лет. Стоит отметить, что в этом сезоне из-за пандемии будут действовать ограничения по количеству отдыхающих. Не более 100 человек с соблюдением дистанции 4 метра. Сейчас заканчивают работы по установке самого необходимого – раздевалок, туалетов и душевых кабинок. Уже в июне любой желающий сможет отдохнуть на озере. Основные, так скажем, привлекаемые рабочие силы – это местное население. Это Живоблогский сельский округ, Счербактов тоже рабочий. Подразумевается также здесь у нас модульные пункты по медицину и полицейский пункт. Основной штат рабочий тоже привлекается с местного населения. Также имеются договора у нашего партнера с местными предпринимателями по организации здесь общественного питания и прочих услуг в сфере обслуживания. В целом в регионе уделяется большое внимание не только летнему отдыху. Ученые местного университета внесли свои предложения по развитию круглогодичного туризма. Для этого уже выбрано несколько направлений – лечебно-оздоровительный и промышленный туризм, а также паломнические туры. Специалисты считают, что отдых в регионе не должен ограничиваться только Баянаулом и озером Моралды. По культурному туризму мы предлагаем три очень хороших проекта. Первый проект – это интерактивный риверфронт, второй проект – музейный ваучер, а также третий проект – Павлодарский Арбат. Музейный ваучер будет включать льготную экскурсию по музеям, также краткая информация о городе, а также льготный проезд на общественном транспорте. Концепцию развития туризма презентовали недавно. Если проект будет удачно реализован, то внутри города и области появится больше зон для отдыха. Кроме того, будет создано порядка 5000 новых рабочих мест. Более 200 тысяч туристов посетили Туркестан с начала этого года. Ожидается, что в ближайшие месяцы их приток увеличится в разы. И хотя регион находится в зеленой зоне по темпам распространения вируса, базовые санитарные правила остаются в силе. Постепенно власти планируют внедрить и приложение АШК. Пока участником пилотного проекта стал лишь комплекс «Караван-сарай». Туристы, прибывающие в наш регион на самолете, обязательно должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-теста. То же касается и тех, кто проходит через таможенный пост. В случае отсутствия документа мы будем вынуждены поместить человека на трехдневный карантин. По поводу внутреннего туризма официальных ограничений нет. К приезду туристов готовятся и на Каспии, завлекая гостей дайвингом и подводной охотой. Местные власти заявляют, что для двоих отдых может обойтись почти в 32 тысячи тенге. В Ахтау на берегу моря можно отдохнуть за 65 тысяч тенге, куда входят завтраки, ужин, полностью за целый день спа-салоны, бани. Все услуги, которые оказывает гостиничный комплекс. То есть и аквапарк, и бассейн за городом, туристический комплекс, который имеет аквапарк, волновой бассейн. Есть бассейн для взрослых, для детей. Ценовая политика от 31 800 тысяч, и это на двоих. Если говорить прибрежную зону первого микрорайона, есть гостиничный комплекс, который предлагает свои услуги от 15 тысяч, где есть хостелы на 4 человека, на 8 человек. А в Туркестанской области в государственную собственность возвращают пастбище. 3,5 тысячи гектаров земель в Казыгурском районе вернули после проверки прокуратуры. Оказалось, что эти участки брали в аренду и не использовали. И в то время как в селах многим фермерам даже негде пасти скот, рассказывает Катерина Попкова. Пастуха Римжана Хатаев рассказывает, большая часть просторных полей, где раньше пасли животных, теперь находится в частной собственности. Загонять скотину на свои участки владельцы запрещают. Пастбищ почти нет. Вокруг в основном поля с урожаем. А мы ведь тоже работать должны. Если есть где-то свободное место, то там уже переполнено. Обещают теперь в этом году проблему решить. Житель села Карабао Алмаз-Калдыкозов сельским хозяйством занимается не первый год. Но именно сейчас, по его словам, проблема нехватки пастбищ стоит остро. Мужчина боится, что скоро для выпаса совсем не будет места. Для выпаса скота земли не осталось. Сельхозугодия перешли в частные руки, а здесь почти травы нет. Отрицать проблему дефицита пастбищ не стали и в районном Акимате. После жалоб сельчан там принялись подсчитывать все земельные участки. Оказалось, большинство из них давно взяли в аренду. В районе числится 64 населенных пункта. Это насчет пастбища. Во всех населенных пунктах уже требуется. Над этим вопросом сейчас создана комиссия. Ну, сейчас это именинализация идет. Однако сотрудники прокуратуры выяснили, многие арендованные сельхозугодия в районе десятилетиями не использовались по назначению. Это тысячи гектаров, где когда-то обещали построить фермы. Предпринимателям предложили добровольно вернуть эти земли в госсобственность. В настоящее время, на сегодняшний день, изъято практически свыше 3,5 тысяч гектаров земли, которые возвращены в земельный фонд государства. Ну, в основном сейчас уже практика начата, добровольно возвращают земли. До конца года, по данным прокуратуры, еще 7 тысяч гектаров вернут под нужды сельского хозяйства. Сейчас идет процесс изъятия. Многие вынуждены держать животных в загоне, а это накладно, признаются сельчане. Хотя в сельской местности животноводство – основной доход для многих семей. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Нурмахан Мусатов, Туркестанская область, Хабар, 24. Бурно разрекламированный сервис АШХ вновь дает сбои. То войти в него невозможно, то статус показывает неправильный. Так для чего он нужен, если не работает, говорят люди. О самом громком в социальных сетях программа «Репост». Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире «Репост». Интересных новостей в сети сегодня достаточно, и о них расскажу я, Юлия Латыпова. Мы продолжили следить за историей фотосессии с Сайга-чатами. Фейсбук, где развернулась основная дискуссия, выдавал десятки версий. Реагировал на каждое официальное и неофициальное заявление. Различные домыслы, сбросы, посты о том, что могло быть, если бы, оставлю за скопками. Я выбрала один главный пост от представителя Минэкологии, которая признала, что, к сожалению, не все нюансы были учтены. Но благодаря неравнодушным комментариям, в министерстве изменят свою политику в сторону экологичности. Более того, инициировано обсуждение меры совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира на полный запрет видео- и фотосъемок во время охоты Сайгаков. Так как такого регламента на сегодняшний день не было и нет. И комментаторы отреагировали на это. Они уверены, все правильно в министерстве сделали. Первый раз в жизни вижу, что госорган в чем-то признался. Дальше можно адекватными предложениями от нас скорректировать компанию. А мы продолжим наблюдать ситуации интересные. У кумашки Z-экшен с востока страны. В Усть-Каменогорске 35-летний мужчина с топором взял в заложники жену и закрылся в квартире. Он требовал, чтобы к нему привели Акима в ИКО Даниала Ахметова. В итоге к оцепленному дому подъехал Аким города Жексылы Кумары и вошел внутрь. О чем они говорили, неизвестно. Но спустя время заложница вышла на улицу. После чего ее муж выбросил топор в порточку и вышел вслед за ней вместе с градоначальником. Его увезла полиция, обошлось без достоевщины, и комментаторы на это отреагировали живо. Наблюдатели пишут, Аким, которого мы заслужили. Что-то странное с Акимом нашим. Его жена недавно по самообращению в больницу пришла с ребенком. Так еще и в очереди стояла. А сейчас расскажем продолжение истории статьи, о которой мы даже боялись открывать и читать. Я говорю сейчас об этой красной легковушке, которую зажало между грузовиками. Эта история оказалась счастливым концом. Сетевики радостно сообщают, что водитель машины, которую сплющила в гармошку между двумя грузовиками, не сломал ни одной косточки. Сейчас 25-летний парень находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Можно сказать, что водитель родился в рубашке и еще в машине. В Казахстане снова набирает обороты история с онлайн-петициями. В этот раз речь идет о 42 тысячах голосов за отмену утильсбора. И Файнанский Зет решил проверить, что к чему. А голоса-то накручены. До 17 мая оставить свою подпись на сайте мог кто угодно. И именно до этого времени было получено почти 40 тысяч подписей. То есть большинство. Несмотря на то, что теперь у подписанцев спрашивать и им, заполнить поле можно произвольно вписать туда любой набор цифр. Только 17 мая сайт вел смс-активацию номера для голосования. Короче, много авторы поста смеялись на в какой степени защиты, потому что даже после введения смс-подтверждения там можно оставлять по 3, 4 или даже 5 голосов подряд. И после таких инсайдов в рот выдохнули с облегчением. Продолжим новым решением Минфина, как вывести обороты из тени. Утро добрым не бывает, делится новостью. На баланс от правительства можно будет получить халявный косарь с 28 мая. Правда, не просто так, а за фиксацию нарушений в работе кассиров. Для этого нужно через приложение, ага, еще одно, сообщить в комитет госдоходов свои данные. Данные торговой точки, приложить видео с фактом нарушения и ждать, пока нарушения подтвердят. После этого в течение 15 дней вам на телефон должны скинуть тысячу тенге из госбюджета. Кто это будет делать, пока неизвестно. Тендер еще не провели. Телеграмеры пишут, теперь можно будет начертить план маршрута и залетать во все магазины города, фиксируя нарушения. Пока горячо, так сказать. А в некоторые можно залетать дважды. Кстати, сетевики отреагировали на одну интересную госзакупку. Про тенге раскопал, что в Кукшитау покупают служебную квартиру почти за 43 миллиона тенге. Одно из требований – коридор в 28 квадратов. Как думаете, стоит ли ждать заметного улучшения качества работы госслужащего, если предоставить ему служебное жилье, где размер коридора соответствует размеру однушки, спрашивают авторы поста. Комментаторы прочитали расследование и весело недоумевают, как можно было связать такие разные причины и следствия. Все просто. Большому начальнику – большой коридор. В сутсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. Выставка гигантских пасхальных яиц открылась в столице. Экспозиция, приуроченная к пасхальному фестивалю, расположилась на территории Успенского собора. В росписи писанок приняли участие как профессиональные мастера, так и совсем юные художники. Авторы работ затронули темы возрождения, вечного торжества жизни на земле, а также бережного отношения к природе. Традиция раскрашивания яиц уходит корнями в далекие дохристианские времена. Сама же роспись писанки – довольно распространенный вид декоративного искусства у многих народов. Самый большой розовый бриллиант в мире продали на аукционе за рекордную сумму – 29 миллионов долларов. Торги прошли в Гонконге. Драгоценный камень назван в честь дерева Сакура. Его вес составляет почти 16 карат. Это первый розовый бриллиант такой величины из всех когда-либо представленных широкой публике. Он обработан и оправлен в кольцо. Сообщается, что за украшения боролись два покупателя. Один торговался в зале, другой по телефону. Последний и предложил максимальную сумму. Это действительно захватывающий момент для нашего сезона продаж. Бриллиант Сакура отличается своим живым насыщенным цветом. Он обладает сертификатом качества 2А. В нем нет никакой гранулированности. Крайне редко можно встретить у розовых бриллиантов подобные качества, чистоту и совершенство. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Будьте здоровы.